Есть в российской земле Неподалеку от Твери одного из самых русских городов России Простая деревня, но знают о ней и за десятки тысяч километров Нет, это не могильный крест Это памятный знак И поставили его здесь японцы православной веры В честь великого святого Николая Японского В Токио непросто найти нужный адрес Запутанные многолюдные его улицы Но если спросить прохожего Где тут храм Николай До Тебе непременно укажут дорогу к храму А ведь у нас еще совсем недавно Мало кто знал о делах и подвигах святого Историю зря величают подчас несправедливой В конце концов она все расставляет по своим местам И сегодня имя архиепископа Николая Касаткина Ярко сияет в сонме святых православной церкви Наконец-то впервые после 17-го года Изданы его дневники И стали они предметом изучения и восхищения Вот и Сергей Мазаев, молодой философ-богослов Как бы заново проходит все дороги Равноапостольного Николая От первой в родной деревне Береза И до последней городскому кладбищу в Токио Строки эти, если и попадутся кому-то Разве после моей смерти Тогда и дело будет яснее А дело было великое Богоугодное Однажды воспитанник Санкт-Петербургской Духовной Академии Иван Касаткин Таково было мирское имя будущего святого Увидел в академическом коридоре объявление Нужны где духовные проповедники в стране Японии И точно глаз ему был с неба Это твое Твой крест и призвание Ох и не близок путь до Японии А тогда Но вот Показались уже горы острова Хоккайдо Европейцу и нынче трудно понять Страну восходящего солнца Проникнуться духом ее Понять загадочный взгляд с прищуром В те же далекие времена Это было почти невозможно Чужая Странная речь Чужие нравы Чужие напевы Да и чужаков здесь Не очень жаловали Веками иноверцев преследовали Подчас жестоко и кроваво Изобретательно И безжалостно К тому времени Когда молодой Иеромонах Николай Прибыл в Японию Пик гонений на христиан Уже прошел Людей больше не распинали На крестах Вдоль проезжих дорог Не взорвали живьем землю И не принуждали Отрекаться от Христа Попирая ногами Изображение спасителей Божьей Матери С каким трепетным чувством Приближался я к Японии Так и казалось мне Что вот уже становлюсь На почву Евангелистской проповеди Юношеское увлечение Взгляд сквозь розовые очки Восемь тяжелых трудовых годов Пришлось провести Пока явился спрос На проповедь Религия христиан Единобожия В пантеоне японцев Множество богов И как же надо было Веровать самому в Спасителя Чтобы убедить тысячи японцев Что Царство Божие Может дать именно Христос О грядущих трудностях Предупреждал молодого миссионера Архиепископ Камчатский Курильский и Алиутский Иннокентий В епархиальном городе Николаевский на Амуре В самом начале пути Николая в Японию Как же преодолеть Казалось бы непреодолимой Более полугода Владыка Иннокентий Лично оставлял молодого иеромонаха Обсуждая с ним Тонкости миссионерского служения Алиутский епископ Настаивал на том Что для успешной проповеди Евангелия Мало изучить язык И понять культурные традиции народа Нужно сродниться с ним И полюбить его В знак своего благорасположения Владыка Иннокентий Сам выкроил Будущему подвижнику Великолепную рясу А позже Завещал ему Свою церковную утварь И свой драгоценный опыт Еще в академии Принял Иван Касаткин Монашеский постриг Вот тогда-то И был Наречен Николаем Находились и другие Желающие ехать в Японию Но женатым и священниками Касаткин же был Чверт в своем решении Епископ Нектарий Одобрил его порыв И сказал Тебе Должно оставить Самую родину Ты должен взять Посох странника Вместе с подвигом Монашества Тебе предлежат Труды апостольские Еще было сказано До конца дней твоих Служить тебе Взятому на себя делу Какой представлялась тогда Япония Молодому иеромонаху Она рисовалась в моем воображении Словно невеста Поджидавшая меня с букетом в руках Пронесется во тьме Весть о Христе И все обновится Рисовали столпы стекающихся слушателей А затем и последователем Слова Божия Иеромонах Николай Прибыл в Японию В непростое время Наступала новая эпоха Просвещенного правления Императора Мэдзи Победившего в гражданской войне Свирепое Средневековье Принимались новые законы Столицу перенесли Из древнего Киота В Токио Но старое уходило неохотно Не все И не разу Слишком уж были глубоки корни Многовекового уклада Не менее влиятельными Нежели статьи Просвещенных законов Оставались заповеди Бусидо Кодекса самураев Самураи Профессиональные воины Они почитались честью И совестью Японии Они создавали тайное общество С целью изгнать Все иностранное В Хакодате Такое общество Возглавлял Такума Саваба Саваба считал своим заклятым врагом Отца Николая И даже грозил убить его Но отец Николай сказал Прежде чем ненавидеть Вымышленного врага Следует его выслушать И открыл для Саваба Суть православной веры Речь его была настолько Проникновенна Что душа самурая Повернулась к Иисусу Однако признаться открыто Он в этом не мог Ведь он был верховным жрецом Старейшего в городе Синтаистского храма И пасту свою Он не мог бросить Но не в мочь ему Стало произносить Языческие молитвы Заклинания Вот и надумал он Читать христианские проповеди Но под постукивание Синтаистских барабанов Люди внимали Слово Божье Сами не догадываясь Об этом И вскоре Саваба принял Святое крещение Под именем Павла И стал первым Обращенным Отцом Николаем Во имя новой веры Саваба ежечасно Рисковал судьбой И жизнью Павлу Саваба Пришлось пережить Серьезные испытания Его жена Сошла с ума И в припадке безумия Сожгла собственный дом Так Саваба Остался не только Без средств К существованию Но и без крова Вскоре Он был заключен В тюрьму За проповедь христианства К счастью ненадолго Испытания Лишь укрепили Дух молодого христианина И вскоре Он был рукоположен Священники Япония И Россия И там И там Живут люди Но мы говорили уже Не просто Им понять Друг друга Трудно даже Как трудно Нам понять Таинственную Японскую Чайную церемонию В чем ее смысл Европейцы Подчас улыбаются Взирая на этот Странный обряд Отец Николай Не улыбался А старался Постичь Он понимал Каждый Жест Здесь полон Особого смысла И смысл этот В гостеприимстве И уважении В открытости сердец У всякого При упоминании О японце Рисуется В воображении Пожалуй Какая-то Фигурка В халате Смешно Приседающая И хихикающая Но это Японец Как он есть Смешно 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 Сад Пятнадцати Камней Как постигнуть Его тайный смысл Непосвященную А как японцу Понять и принять Сокровенную суть Креста И распятия Но время Всегда движется Только в одном направлении Только вперед Вперед В годы миссионерства Отца Николая Император В тиши Своего дворца Решил Разрешить Свободу Вероисповедания В Японии И стали подниматься На островах Католические И протестантские Храмы Даже Масонские Ложи Появились И храмы Православные Для православной проповеди Необходимо было освоить Местный Невероятно сложный язык Один из крупнейших знатоков Востока того времени Позднеев С глубоким уважением Писал о деятельности Святителя Николая В Японии У него был сильный Иностранный акцент Однако это не мешало ему Быть понимаемым Всеми японцами Без исключения От мала до велика Богатство языка И легкость построения фраз Давали его речи силу Приводившую восторг японцев Фразы были краткие Обороты самые неожиданные Но всегда очень яркие И сильные Он черпал из своей Замечательной эрудиции Примеры, образы И сравнения Которые японцы Не могли предположить В устах европейцев Погружаясь Все глубже В стихию Чужой жизни И чужой речи Николай словно Боялся потерять Хоть малую часть Своей русскости В своем Такийском доме Он обустроил Так называемую Русскую комнату Обстановка в ней Была такая же Как могла быть В Твери, например Или в Москве Только за окном Вместо родных берез Экзотические пальмы И вот он принялся За главный Пожалуй Труд Своей жизни За перевод На японский язык Книг И молитв Отче наш Верую Господи помилуй Святый Боже Теперь Отец Николай Был не столь одинок У него появилось Немало истовых Последователей Японцев Постигнувших Величие православия Некоторые из них Последствия Были рукоположены В священники Святитель Взялся за перевод Нового Завета Какой труд Он сверял Славянские тексты Греческие Заставил полки Японскими И китайскими Лексиконами Мысль Евангелия Должна быть Понятна И простолюдину И прозрачна Как хрусталь Какой труд Ведь перевести Святое слово Евангелистов В иероглифику Это словно Переселить Душу В иное тело Как перевести Например Многое лето Бонсай Но это Отнюдь Не умещает Смысла А слово Дух Такого синонима Не найти В японском Но в общем Кажется Перевод Удался Овсяная Каша Сама себя Хвалит Посмеивался Отец Николай Обнаружилась Еще одна Серьезная И неожиданная Сложность Оказалось Что мелодика Православной службы Невероятно Трудна Для японцев Для взрослых Особенно Дети Усваивают Ее Куда легче Для обучения Новообращенных Пению Был выписан Из России Регент Да что там Мелодика Само понимание Сути основ Православия Не всегда Совпадает У двух Столь разных Языков Случались И казусы Иногда Японцы Называли Православие Николаевой Верой Однажды Утром Помощник Святителя Иоанна Хатакияма Доложил Что Отца Николая В приемной Ожидают Два Старика Японца Пришедшие Из провинции Акиты И желающие Стать Христианами В приемной Произошел Примерно Следующий Диалог Что вы Хотите От меня Спросил Отец Николай Спасения Просим Отвечали Гости Прекрасно Как же вы Понимаете Спасение А так Что вы Поможете Нам в жизни Как же Это Удивился Святитель Я Пояснил Один из них Работаю Городским Головой Получаю Жалование В семье Семья У меня Большая На всех Не хватает Вот и Пришел Чтобы Сделаться Христианином И получить Помощь И спасение Видя Что Труд Многих Лет Начал Наконец Приносить Плоды Отец Николай Отправился В Россию Ходатайствовать Об открытии В Японии Русской Православной Миссии Ведь До этого Все Держалось Лишь На его Истовом Рвении И снова Дорога Долгая Почти В треть Земного Окружия Конечно Вспоминалась Та Давняя Первая Из России В Японию И строки Из дневника Розовые очки Невеста С букетом В руках Нет Не праздником Были Прошедшие Годы А его Николая Крестом И поприщем Ах Родина Милая Родина Нет Не бросил Тебя Твой верный Сын А скорее Во имя Тебя Собой Пожертвовал Во имя Тебя И чистой Твоей Веры В Санкт-Петербурге Решили Что дело Доброе И своевременное И возглавить Миссию В Японии Должен сам Отец Николай Касаткин Тогда он И был Рукоположен В сан Епископа В храме Святой Троицы В Александро Невской Лавре Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге Исправь Санкт-Петербурге 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 В дневниках Николая Японского Немало впечатлений Об этом его приезде В России Как изменился Петербург Как сияет Газовыми рожками И электричеством Невской И люди спешат Торопятся жить Куда торопятся Зачем спешат Грустные мысли Одолевают Хотелось курить Да разве можно теперь Теперь он Епископ Пришлось Бросить Двадцатилетнюю Привычку И даже в тиши Лаврского Кладбища Не мог Епископ Николай Отделаться От тревоги Что-то Творится В его Отечестве Сумятится В умах Возревает Бунт Спаситель И его Ангелы Благословить Россию И мою Японию Добавлял Про себя Вновь Рукоположенный Епископ Одолевали И дела Суетные Нужно было Собрать деньги На миссию Без них На островах Не делаются Дела Его принимали В частных Домах И во дворцах Ванечковом Дворце Приняла Епископа Цесарем Да Нужно Поддержать Ваше Дело Сказала Она Я скажу Великому Князю Непременно Скажу Скромнейшая И добрейшая Женщина В свете Вспоминал Позже Николай Дай бог Ей много Радостей И много Добрых Дел Дар ее Конечно Будет Храниться Японской Церковью Как Святыня Хранил Владыка И дарственную Тричакова И других Жертвователей Наш Японец Иногда В шутку Называли Его Начинающий Журналист Виктор Гошкевич В этот Приезд Святителя В Россию Воспользовался Случаем И встретился С ним Его поразила Внешность Отца Николая Высокий Худощавый С узким Разрезом Глаз Движения Речь Быстрые Святитель Заметив Его Изучающий Взгляд Сам Ответил Да Не похож Я на Русского Архиерея Это Правда А Насчет Моих Косых Глаз Климат Что ли Такой В Японии Перед Вами Чистый Славянин Сын Деревенского Попа Иван Касаткин Чего Уж вернее Подвиг Ревностного Подвижника Вдохновил Многих В России С владыкой Встретился Философ Владимир Соловьев И сказал Что хочет Постриться В монахе Из поспешистого Деятельности Миссии В Японии Владыка Отговорил Соловьева Он будет Полезнее Церкви В миру Коль Станет Творить Дела Благие Смутное Ох Смутное Время На Государя Покушались Уже В который Раз Что-то Будет С Родиной С Россией Здесь В Лавре Владыка Исидор Настоятельно Советовал Епископу Николаю Поскорее Забирать Деньги Собранные Им Для Миссии Строительства Будущего Собора В Токио Имелись Сведения Что Лавру Собираются Поджечь И ограбить Святитель Николай Возражал На это Говоря Что если Уж Суждено Случиться Такому Несчастью То Пусть Вместе Совсем Пропадают И миссийные Деньги Не до них Будет Владыка Исидор Настаивал На своем Замечая Что Лавре Нетрудно Будет Поправить Своё Материальное Положение А вот Вторично Собрать Деньги Для миссии Окажется Едва Давно-давно Вынашивал Владыка Николай Мысль О создании Большого Православного Храма Воскресения В Токио В России Он утвердил Чертежи Его Планы Постройки Получил Благословение И вот Величественный Купол Вознесся Над Японской Столицей Зачем Вам такая Громада Удивлялись Некоторые Есть ли у Вас Столько Посомых Чтобы заполнить Весь храм Но ведь Прекрасный Сад Японской Церкви Только-только Закладывается И в пастве Нехватки Не будет На торжественное Освящение Храма Съехали 16 Японских Священников И 4000 Христиан Всю Неделю Перед этим Было Ненастье Но В праздничный День На куполе Собора Заиграло Солнце Прихожане Жили надеждой Встретить В новом храме Цесаревича Наследника Русского престола Которого Давно И с большим Нетерпением Ожидали В Японии Однако Этой надежде Не суждено Было сбыться Во время Визита Цесаревича Николая Будущего Императора России В Киото На него Было совершено Покушение Неудавшееся Слава Богу Это печально Покушение Покушение Однако Александр Третий приказал сыну немедленно вернуться в Россию. Мне задали вопрос, как я смотрю на японский народ. Я отвечал, что японский народ – современник древним государствам, которых теперь и следа нет. Тогда как японский народ жив и полон сил, стало быть, в нем есть прочные задатки жизни. Что это? Добродетели, привлекающие на японский народ охранительную любовь Бога, не знают еще японцы истинного Бога, но естеством законное творят. Три доселишние няньки у японского народа. Каждая воспитала в нем нечто доброе. Буддизм – взаимную любовь, синта – честность, конфуцианство – взаимное уважение. Этим и стоит Япония. Рано или поздно, а нам придется стать твердую ногою на Дальнем Азиатском Востоке. И чем больше успехи сделает там православие, тем спокойнее и прочнее будет положение России. Между тем, у Японии при всех ее древних традициях и неподвижном, казалось бы, укладе жизни Есть уже современный паровой флот, сильная армия. Своих ученых они отправляют в университеты европейских столиц. Нельзя недооценивать будущее Японии. Следуя заветам своего духовного наставника, владыки Иннокентия, отец Николай упорно и целеустремленно изучает все стороны жизни японцев. Его достоверные материалы об их истории, образе жизни, культурных традициях, верованиях, ритуалах стали регулярно публиковаться в России и знакомить образованное общество с положением дел на отдаленных окраинах империи. Да, владыка Николай в своем рвении был неутомим. Он добирался до самых отдаленных окраин. Даже до острова, где проживала крошечная община Айн. Православных курильцев, туземцев белой расы. Среди них было немало крестившихся еще в те времена, когда Айны были русскоподданными, а остров их принадлежал России. Теперь японцы, можно сказать, заперли их в резервацию. Правительством Японии были приняты меры к распространению среди Айнов японского языка и буддизма. Маленький народ боролся за свою самобытность. Нельзя же было бросать своих братьев по вере в беде. 58 душ всего. Но ведь православные души. Конечно, в обрядах Айнов можно узреть немало языческо. Но владыка Николай понимал прекрасно, что это не грех. Это от отрезанности Айнов от мира. Бог милостив. Бог простит. Покой и мир нес епископ Николай в людские души, но, свидетельствуя дневник, в его душе не было истинного покоя. Правильно ли был выбран жизненный путь? Не слишком ли тяжел оказался его плечам крест монашества? Ведь можно было жить и в лоне церкви, но не так. Не так с семьей, с теплым домом, с милыми наследниками. Нет, он выбрал полное самопожертвование. Оценят ли люди содеянные им? Не говорят ли, пустым занимается, зверюшек приручает, только русские деньги развазаривает. И родина далеко. И мало ли там дел в России. И старость набегает, и глаза отказывает, и молитвы по служебнику читать уже не умочь. Увы, мне, седовласам, увы. Но грех уныния, будто святой водой смывала, когда, случалось несколько раз, наезжал он в Россию. Слышал чистый звон ее колоколов. Царь-колокол в Троице-Серьгиевой лавре. Кажется, его глаз долетал до Японии, и там свет. И его, убогого Николая, в том труд и рвение. Господи, хорошо-то как! И как просторно, широко и открыто! Нет, не жаловаться на крест надобно. А благодарить Всевышнего за то, что он тебе этот крест дал. Отстояв конец обедни, вышел я служить перед мощами преподобного Сергия Радонежского. Пелепевчи, я приложился к мощам. В это свое посещение отчизны довелось епископу Николаю свести знакомство с людьми замечательными. С Федором Михайловичем Достоевским, с писателями Тургеньевым, Аксаковым и Григоровичем, с великим пианистом Рубинштейном. И все участливо интересовались деятельностью святителя в далекой и загадочной стране. Святитель Николай направил в Россию для обучения иконописи молодую талантливую художницу-японку. Ее звали Ямаси Тарин, в святом крещении Ирина. Девушка ехала через Константинополь, где впервые увидела знаменитый собор Святой Софии. В России она в первый раз в жизни надела европейское платье. Ямаси Тарин обучалась в мастерской Новодевичьего монастыря. Иконопись – тяжелый труд, но не ремесло. Работа над иконой начинается с молитвы. Иконописцы свидетельствуют не свое искусство, не себя, а, может быть, самого Господа. Два года проучилась Ирина в России. Потом жалела, что уехала так быстро. Тяжело ей было привыкать к российской жизни. Нелегко было и отвыкать. Но 280 икон, созданных первой японской иконописицей, и поныне свидетельствуют о божественной истине и укреплении православия в Японии. Многие ее иконы увидел при жизни епископ Николай. Русскую православную миссию знали в Токио по собору, который японцы называли Никарай-до. Ведь звук «л» они не произносят. Никарай-до занимался издательской, просветительской, педагогической работой. Тут были детский приют, и женское училище, и хор, и библиотека, и школа проповедников, и семинария. Об уровне преподавания в семинарии под началом епископа Николая можно судить уже потому, что министр иностранных дел Японии отдал сюда на обучение своего сына и двух племянников. Сюда стремились и простые люди, и отпрыски японской знати. В приюте для мальчиков была школа дзюдо. Это входило в непременный круг классического японского образования. Сюда-то и попал сирота Сухалина Вася Щепков. Очень быстро постиг он все хитрости древней борьбы, и учителя поняли, что больше ничему научить его не могут. И посоветовали талантливому юноше идти в Кадакан, своего рода академию постижения мягкого пути. Да-да, постижение пути, ибо дзюдо и карате – это не драка. Не только бой, а искусство, взгляд на жизнь, на средства достижения цели, воспитание, уважение к противнику. Трудно было юному Ощепкову, ведь прежде в Кадакане не видели ни японцев, но он поразил всех своей одаренностью. Начав свои занятия по благословению епископа Николая, Василий Ощепков стал родоначальником популярного и ныне в России единоборства самбо. К несчастью, Ощепков закончил свои дни в застенках НКВД. Его назвали японским шпионом. Надо признать, отношения между Россией и Японией исторически бывали зачастую небезоблачными. Русский посол Японии Извольский в своих воспоминаниях высказывал предположение, что покушение в Киото, хотя и не причинило особого вреда будущему императору, тем не менее сформировало в нем неприязненное отношение к японцам и Японии, что впоследствии оказало влияние на развитие всех дальневосточных отношений. С этим, конечно, можно спорить, но так или иначе, в начале 20-го столетия на Дальнем Востоке явственно запахло порох. Япония не просто была готова к войне, она ее жаждала. Видно, все-таки могуч был древний дух Бусидо в японских сердцах. Солдат провожали на войну, как на праздник. Нет, напрасно Россия когда-то не услышала предостережения епископа Николая о растущем могуществе Японии. 5 февраля 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Два русских священника вернулись на родину. Единственный на тот момент русский подданный в Японии епископ Николай выступил с обращением к пастве. Православные японцы просили святителя не покидать страну, на что тот отвечал им, что уже принял перед Богом решение и остается в своей маленькой квартирке при Токийском соборе. Трудно представить себе смятение святителя Николая. Он писал, доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Нынче же объявлена война между Японией и моей родиной. Я, как русский, не могу молиться за победу Японии над моим отечеством. А кому придется идти в сражение, не щадя своей жизнью, сражайтесь не из ненависти к врагу, но из любви к своим соотечам. Любовь к Отечеству есть святое чувство. Спаситель осветил это чувство. Есть церковь, которой мы одинаковые члены и по которой дети Отца Небесного составляют одну семью. Будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир. Но до мира было еще далеко. Далеко. Японские эскадры господствовали на море. И даже великий талант адмирала Макарова не в силах был помочь. Сам флотоводец погиб в сражении. Епископ Николай восклицает, какое горе, какое великое горе. Дай ему, Господи, Царство Небесное, упокой душу и всех потонувших с ним. И был Ляоян, и был Мугден, и был Порт-Артур. И тысячи и тысячи наших соотечественников нашли свой конец на поле брани. Россия расплачивалась за свою самонадеянность кровавой платы. Ну что принимать всерьез этих бедных желтых макак? Теперь епископу Николаю Провидцу оставалось писать горькие слова. Ты, мое бедное отечество, знать заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят. Зачем тебя так дурно управляют? Зачем у тебя такие плохие начальники? Зачем ты не привлекаешь на себя любовь и защиту Божию? Когда в плен стали пребывать русские, епископ Николай добился у японского правительства создания общества духовного утешения военнопленных. Каждого пленного православные японцы благословили серебряным крестиком. От военного министерства получено было разрешение японским православным священникам служить для русских пленных. Много, много несчастных нашли вечный покой в чужой земле на краю света. Стараниями епископа Николая и японских православных граждан русские военные кладбища появились в Киото, Нагое, Отцу и Наросино. И немало еще. Великое это дело – упокоить павших в сражениях, беречь и уважать могилы. И, быть может, величайшим подвигом святителя Николая стало то, что смог он скрасить последние дни умирающих, а оставшимся в живых вернуться на родину не в бесчестии. Деятельность святителя Николая во время войны была высоко оценена в России. Император Николай II, посылая орден святителю, писал «Вы явили пред всеми, что православная церковь Христова, чуждое мирского владычества и всякой племенной вражды одинаково объемлят все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного вам стада, благодать любви и веры дала вам силу выдержать огненное испытание брани и сохранить мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви». Хорошо бы навешивать человеку кресты, когда он вступает в жизнь, и потом, по мере исполнения человеком своей службы, снимать с него кресты, так, чтобы он ложился в могилу с чистой грудью, знаком, что исполнил возлагавшиеся на него надежды. Кресты святителя Николая снять нельзя. Они сияют на маковках церквей, воздвигнутых родениями его по всей Японии. И по сей день служатся молебны в память об архиепископе Николае, Николае Японском. Он наречен святым, равноапостольным. Харьков, 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 Х Житие отличается от жизни просто. Жизнь проживается в суете и разбросанности. Житие же исполняется во славу Божию. Архиепископа Николая можно назвать человеком с двумя сердцами. Одно его сердце навеки принадлежит Японии, стране, где он погребен, куда принес благую весть, заповеди. А второе сердце, второе его любящее сердце, осталось далеко, за морями и неохватными просторами, за горами и струйными течениями рек, в краю, где был он рожден земным человеком. И услышал глаз Господень, указавший ему дорогу к служению и святости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok